Детям праздник, родителям хлопоты. Одна из самых популярных школ Левобережья. В этом году здесь планируют открыть 6 первых классов. В Омской области стартовал прием заявлений в первый класс. Есть ли очереди? Пенсии подрастут, а пивнушки в жилых домах попадут под запрет. Также властям разрешат ограничивать торговлю алкоголем в барах. Какие изменения ждут омичей с 1 апреля? Скорбим и помним. Мы все вместе, нас нельзя сломить. В Омске в память о жертвах страшного теракта зацветут сотни крокусов. Не долетели. Мы не смогли поддержать тот темп, который задали наши болельщики. Почему ястребы так и не смогли распечатать ворота ярославского локомотива? И от воробья до фламинго. Честовать пернатых начали еще во времена Николая II. Международный день птиц. Расскажем, какие экзотические гости залетали в наш регион. И какие праздничные мероприятия устраивают омичи для пернатых. Как только будет позволять погода, необходимо оперативно приступить к ямочному ремонту и нанесению разметки в городе на областных и районных дорогах. Такую задачу поставил губернатор своему заместителю Динару Курманному, региональному Винтрансу, мэру Омска Сергею Шелесту и главам муниципалитетов. И сегодня стало известно, что в рамках госпрограммы развития транспортной системы в Омской области по поручению главы региона на ремонт и реконструкцию дорог муниципалитетам распределено более 400 миллионов рублей. Отмечу, что в большом интервью журналистам омских телекомпаний Виталий Хаценко заявил, область планирует самым активным образом участвовать в национальных проектах и использовать все возможности для привлечения федеральных средств, которые направят в те сферы, где омичи больше всего ждут перемен. Смотрите актуальное интервью с главой региона на 12-м канале сегодня в 8 часов вечера. Горячая пора для школ и родителей. Сегодня в регионе стартовал прием заявлений в первый класс. Только в городе учебные заведения ждут больше 13 тысяч ребят. Подать документы омичи могут несколькими способами. Какой лучше выбрать, спасет ли это от очередей в школах и как желание зачислить ребенка в школу может довести до суда. Материали Анастасии Донец. Здесь вот расписка о том, что я вас приняла документы. Вы первая в этом году, поэтому я вас поздравляю. Спасибо. Никаких длинных очередей, бессонных ночей. Хотя еще пару лет назад было именно так. Родители говорят, сегодня в школу можно попасть без труда и лишнего стресса. Смотрим близость к месту жительства, а также, что школа новая, перспективная. Чтобы мест хватило всем, самым загруженным образовательным учреждениям увеличили набор. Здесь рекордсмен школа номер 30 в микрорайоне Амурский 2. Она откроет сразу 10 первых классов. Средняя мотоцифра по городу колеблется от 3 до 7. Одна из самых популярных школ Левобережья. В этом году здесь планируют открыть 6 первых классов. Но никакого ажиотажа и очередей не наблюдаются. Родители приходят с интервалом в 15 минут и в спокойной обстановке заполняют заявление. Это связано с тем, что почти во всех школах города больше нет стихийных живых очередей. Чтобы получить статус первоклассника, надо записаться на прием заранее. Пришла по предварительной записи. Позвонила 26 марта и записалась на 9 минут. Есть и более удобные варианты. Отправить документы заказным письмом по почте с уведомлением о вручении. Или через единый портал госуслуг. В заявлении можно выбрать образовательную программу или даже указать классного руководителя, которому хочется попасть. Эти пожелания будут учтены администрацией школы. У нас уже 36 документов поступило. Вот после основного приема, который сейчас закончится, я буду обрабатывать эти документы, поступившие через госуслуги. А чтобы избежать недоразумений, одно из которых произошло в этой школе несколько лет назад, женщина при подаче заявления предоставила фальшивую регистрацию ребенка и дело дошло до суда, все документы, отправленные через госуслуги, родители должны будут все-таки подтвердить лично. Они в течение пяти рабочих дней, опять же, по отдельному графику, могут прийти, когда им удобно, и принести регионалы документов. На то, чтобы подать документы первоклассников в школу рядом с домом, у родителей есть еще три месяца. У нас прием продлится до 30 июня. Это все дети, которые закреплены по микроучастку за школой. И после приема 6 июля, если останутся в свободные места, то школа будет принимать ребятишек, которые не закреплены на ее территории. В этом году омские школы примут порядка 13 тысяч первоклассников. Никаких вступительных испытаний для детей по-прежнему не предусмотрено. Анастасия Донец, Виктор Осинцев, 12 канал. Сотни свечей в память о погибших в теракте в Крокус-Сити-Холе. В Омской крепости жители региона выложили надпись «Омск скорби». Мероприятие посвятили 9 дням с момента страшной трагедии в Подмосковье. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человека. За жизни десятков людей по-прежнему борются врачи. Вся страна продолжает скорбеть по убитым и поддерживать раненых. Неравнодушные амичи провели акцию «Свеча памяти». Волонтеры отмечают, сейчас особенно важно сплотиться и держаться всем вместе. Чувство скорби, тяжести в груди просто. Эти мероприятия нам важны, чтобы соединиться всем вместе, объединить всю нашу могучую державу и стать ближе. Чтобы наши враги видели, что мы все вместе и нас нельзя сломить. В память о жертвах теракта омичи также высадили крокусы. Все участие в акции приняли волонтеры, медики, представители Федерального управления казначейства региона, студенты и школьники. Эти цветы считаются символом памяти и начала новой жизни. С 1 апреля в России увеличивается социальная пенсия, а также ужесточаются требования к будущим водителям. Правда, сам экзамен сдать будет проще. И это только часть нововведений, которые начинают действовать с этого дня. Подробнее о том, что изменится в жизни россиян, и, соответственно, о мячей расскажет Анна Лукинец. Итак, с этого дня социальная пенсия будет увеличена на 7,5%. Повышение коснется около 4 миллионов россиян. Напомню, что она выплачивается по инвалидности, потере кормильца, детям-сиротам до 18 лет или же сиротам, обучающимся на очной форме до 23 лет. Также тем, кто не имеет достаточного трудового стажа для страховой пенсии. Кроме того, повышение коснется участников Великой Отечественной войны, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Подавать заявление на получение увеличенной выплаты не нужно. Перерасчет осуществляется автоматически. С начала месяца изменения коснутся тех, кто планирует обзавестись водительскими правами. Что касается самого экзамена, процедуру немного упростили. Так, в практической части можно получить не 5, а 7 штрафных баллов. А вот срок пересдачи экзамена значительно вырос. Если раньше, после трех неудачных попыток, можно было попробовать еще раз через 3 месяца, то теперь только через полгода и не позднее, чем через 9 месяцев. Кроме того, согласно новым поправкам, злостные нарушители правил смогут предпринять попытку вернуть их только через год. Но для тех, кто ничего не нарушает, есть хорошие новости. Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, автоматически продлят еще на 3 года. С апреля вступает в силу и новый порядок оформления перепланировки квартиры. Чтобы изменить границы помещения, нужно получить согласие в муниципальном органе власти. Просить разрешения теперь придется и на оборудование кладовой, а также перенос дверного проема. Без согласования по-прежнему разрешено делать только косметический ремонт и менять полы и окна. Предусмотрены новые ограничения и для наливаек. Закон дает регионам право на запрет торговли алкоголем в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Чтобы продолжить продавать спиртные напитки, предпринимателям придется организовать не меньше 8 посадочных мест и добавить в меню горячую еду. Также властям разрешат ограничивать торговлю алкоголем в барах, расположенных в жилых домах. Новые правила не коснутся ресторанов. Продолжение следует... В неделю Нива будет на СВО. Машина поможет, как и в плане глобальных таких задач, подразделения батареи нашей для поиска, к примеру, и места, куда выставить орудия. Надо быстро приехать, быстро замаскировать. И так, в плане таких бытовых, завести бензин на позиции ребятам. Хлеба кому-то, может кто-то что-то заболел, приехать, быстренько забрать, увезти, поменять людей. Машину, значит, помогли собрать наши неравнодушные мечи, в том числе сотрудники охраны, эти «Арват» и «Викинг», четвертую машину передают. И несколько раз ездили со мной туда непосредственно на боевые позиции ребятам отдавать. Поэтому, что называется, всем миром выполняем важную задачу по поддержке наших бойцов на передовой. Губернатор Омской области этот вопрос держит на контроле и принимает участие в формировании монетарных грязей. В этом году в Омске смогут газифицировать более 840 домовладений, при этом жителям компенсируют затраты. На эти цели выделено почти 180 миллионов рублей. Работы будут проводить по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», который направлен на улучшение экологической обстановки в крупных промышленных центрах. Омск в нем участвует уже третий год. Жители частного сектора, использующие печное отопление, могут получить компенсацию до 212 тысяч рублей за установку газового оборудования и разводку сетей в границах участка. С начала года этим правом уже воспользовались 100 семей. Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в окружную администрацию. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговым выпускам. Смотрите в 19.30. Море по колено. Это дорога к 45-й школе. Пешеходная дорожка в лужах. И дорога полностью затоплена. Есть риск еще и облиться грязной водой. Аварийные бригады работают сутки напролет. Телефоны диспетчерских служб раскалились до предела, а мечи налегают на весла. Куда обращаться, если во дворе или по дороге в школу лучше вплавь? А также кто и за какие территории несет ответственность? В репортаже Анастасии Вишовой. Путь в небо, но с железной дорогой. Наличие аэропорта в центре Омска мешает развитию областного центра и, в частности, левобережья. Новое лицо Омской Федоровки. Жители региона выбрали, каким будет долгожданный аэропорт. Ну а авторы концепции раскрыли в интервью 12-му каналу все подробности проекта. На стыке дофиле и военных реформ. В этот период солдат приобретает свой статус, да, то есть до этого это какое-то бесправное существо, с которым могли делать все, что угодно. Как менялось военное законодательство в России и как это связано с военной модой? А также где в Омске можно увидеть процесс чеканки монет по старинным технологиям? Узнаем в 19.30. С 1 апреля в стране стартует весенняя призывная кампания, и она претерпела некоторые изменения. Это касается возраста новобранцев. Верхняя планка повысилась с 27 до 30 лет. Однако те, кому исполнилось с 27 до 31 декабря 2023 года, под призыв не попадают. Нижняя граница осталась неизменной. В армию начинают набирать с 18 лет. Никаких электронных повесток не предусмотрено. Вручать их будут традиционно лично под подпись на дому в учебном заведении или на работе. Кроме того, военкоматы могут направлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания призывника. Отмечу, что срочников в зону проведения спецоперации направлять не будут. Сегодня стало известно, что Сергея Звягина утвердили на пост главного тренера «Авангарда». Контракт с ним подписан на два года до конца сезона 2025-2026. Его называют главным героем серии с локомотивом, несмотря на то, что ястребы не смогли пробиться в полуфинал. Наша команда уступила в седьмом матче 1-4 Кубка «Гагарина» локомотиву и завершила сезон без медалей. Почему омичи так и не смогли распечатать ворота ярославцев и какие ошибки допустили по ходу плей-офф? Андрей Блохин с подробностями. Сергей Звягин кричит на скамейке запасных, обращаясь к зрителям и это показывает на всю арену. Самый яркий момент последнего матча омского «Авангарда» в сезоне. Отчаяние и надежда на чудо при счете 0-2 в концовке решающей игры. Все напрасно. Обратил внимание на экран, но это нужно было и болельщики погнали нас вперед. У нас стало больше что-то получаться, но, к сожалению, дело было уже в нас. Мы не смогли поддержать тот темп, который задали наши болельщики. Не получилось забить важный шаг. Омский «Авангард» остановился в шаге от полуфинала, а значит от медалей КХЛ. Проигрывали в серии «Локомотиву» 0-2 и 1-3. Сенсационно сменили тренера Кравцана Звягина. Тот почти совершил невозможное. Наши сравняли счет 3-3. Еще одна победа и вот они, обеспеченные медали, как минимум бронзовые. Вот только взять на голос этот шанс не удалось. Если бы проиграли дома ярославцам последний матч серии 0-2 и закончили сезон. Кажется, праздника не получилось. Но молодой нападающий «Авангарда» Халавилин считает, что все равно это был праздник. Хоть и с горьким послевкусием. Это такой своего рода праздник для спортсмена, что такое не всегда в жизни может быть. И эти моменты нужно наслаждаться и сделать все, чтобы он не запомнился печальным. Но, к сожалению, это для нас сегодня печальный результат. Мы не смогли за 7 матчей выиграть. Но, при Бог, еще такие матчи будут и они будут заканчиваться только положительным результатом. Чтобы праздник плей-офф не завершался вот так рано и вдалеке от медалей, нужно готовиться к кубковым матчам заранее весь сезон, как это было раньше при Бобби Харпи. В этот раз команду мотало вверх, вниз и вбок. Менялись игровые схемы. В конце его сменили тренера. Я горжусь своими ребятами. Иногда единство и то, что происходит с командой, дороже, чем победа. Ребята могут гордиться этой серией. Это то поражение, за которое не стыдно. Нет, не стыдно. Впереди подведение итогов сезона. В среду на вопросы журналистов на G-Drive в арене ответит генеральный менеджер Курьянов и исполнявший обязанности главного тренера Звягин. Очень важно получить правильные ответы на эти вопросы и сделать выводы перед новым сезоном, чтобы в его концовке не кричать, не печалиться, а радоваться победе. Андрей Плохин, Петр Шмольников, Сергей Ринвебер, 12 канал. Яркие и эпатажные образы в Омске прошел показ мод, по итогам которого определили победителей Кубка губернатора по художественному творчеству. Молодые дизайнеры на суд жюри представили порядка 40 работ. Костюмы они создали в определенной тематике. Это город с деловыми и спортивными образами, также с одеждой для прогулок и отдыха. Еще одна номинация «Традиции и современность». Здесь модельеры отразили этнокультурные особенности Сибири и Омской области. Экологический подход к моде, повторное использование ткани конкурсанты продемонстрировали в направлении «Осознанное потребление». Гран-при Кубка губернатора завоевала студентка Омского политеха Дарья Федоренко. Добавлю, что конкурсы проводятся по 37 номинациям среди молодежи от 16 до 35 лет. Они продлятся до 14 апреля. Абсолютный победитель получает не только кубок, но еще и премию до 240 тысяч рублей. Мне кажется, сейчас такое время, что нам не хватает как раз-таки раскрывать ту самую женственность, которая есть в женщинах. Сейчас очень много оверсайзов, против которых я ничего не имею, но я понимаю, что на рынке надо выделяться и делать что-то особенное. И я хочу объяснить женщинам, как важно подчеркнуть свою женственную энергию и именно через платье. «Для меня вот эти ларьки с цветами, ну в целом у кето цветов как подарок. Это очень актуально, так скажем, зимой, в такое темное время. Как раз на картине была представлена зима, и стояли цветочницы за прилавками, даже не ларьки были. И продавали цветы. Для меня это как такой лучик света, как глоток свежего воздуха. В общем, что-то приятное, радостное, вот в окружающей тьме там и слякоть. Чествуют крупой и семечками сегодня отмечается Международный день птиц. А мечи тоже всегда присоединяются к нему, особенно дети. Сейчас в регион как раз возвращаются первые перелетные. Вообще же в Омской области насчитывают сотни видов пернатых, в том числе редких, охраняемых и внесенных в Красную книгу. Бывают и необычные гости. Все подробности в материале Валентины Шемякиной. Семейство аистовых, рода аистов, обитает в безлюдной лесной и горно-лесной местности. И по всей территории Евразии. Видели этих белоснежных птиц даже в районах Омской области. Такие случаи хоть и редки, но бывают. Залетают к нам и поистине экзотические гости. Год назад, два, видели. Но опять же, это на границе Тюменской области. И вот опять же, вдоль дороги встречали розового фламинго. Ну, взять даже 21-й год, когда на территорию природного парка прилетели розовые пеликаны. Шесть особей. Слухи о таких визитах то и дело расходятся среди омичей. Однако, отличить редкую для нашего региона птицу, особенно в полете, дело непростое. Нужны специальные уроки орнитологии. Науки, которые изучает пернатых. Школьникам из поселка Магистральный удалось посетить одно из таких занятий. Это ласточки на гнездышке. Закрепляют полученные знания с помощью творчества. На деревянных спилах красуются хоть и не настоящие, но уникальные птицы. Ребята работают в особенной технике декупаж. На спил изображение переносится прямиком с бумажной салфетки. Пара движений кисточкой и уникальный сувенир готов. Фауна Омской области насчитывает более 280 видов птиц. Часть из них занесены в Красную книгу. Некоторые пернаты удивляют не только своим внешним видом и повадками, но и названиями, которые им дали ученые. Малая выпь, поганка серощока, очурок, свистунок и крошечная совка-сплюшка. Кстати, вскоре в Омскую область вернутся с зимовки привычные нам цапли и утки. Сегодня по всему миру отмечается Международный день птиц. И это далеко не первоапрельская шутка. Статус праздника он официально получил в 1926 году. Хотя честовать пернатых начали еще во времена Николая II. Тогда в стране появилось сразу несколько организаций, которые изучали и сохраняли редкие виды. Практикуют помощь птицам и омичи. Из года в год устраивают акции с угощениями для пернатых. В меню семечки и проса и ни единой хлебной крошки. Кормить мучным строго запрещено. Это вредно для пищеварения птиц. В свою очередь крылатые друзья охраняют растительность региона от вредителей. Сегодня самое время отблагодарить их. Насыпать в кормушку порцию семечек, крупы или вовсе смастерить скворечник. Валентина Шмякина, Павел Манджос, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Таковы новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин